добрый день уважаемые зрители с вами канал дневники бродяги находимся мы под братским мостом на реке ениси сегодня направлять свой первый сплав в этом году на 2 байдар очках от магазина тайм-триал это варвар 380 их века 2 сегодня у нас 9 марта вчера мы отпраздновали женский день а сегодня буду продать праздновать мужской на льдину как титаник на таран почти нет уже вода открылась полностью небольшие по берегам еще лед стоит высокий помаленечко идем у нас собаки нас по берегу провожает уже самого моста подожди метров на 700 800 собачки все по берегу беды там на нас лаяли теперь здесь вот тебе в этом плане папа помаленьку вперед идем зимы по берегам довольно высокие такие но сама река как я уже говорил открытая кое-где тут людинки мелкие попадаются все маленькие помилки ну там отначили прикольно классно солнышко появилось хорошо вот эти торосы за дороги видели хотел поснимать коптером ну блин что-то ветреные поиск пускать потому что красиво пассивные айсберг сама река уже вскрылась если не торопиться и сети аккуратненько ходит вокруг нас как хочет крутит нас как хочет говорит хочет слева входит хочет справа довольно маневренная байдар очка оказалось наше более курсоустойчиво автомобильный железнодорожный мост через реку енисея баканский и для него товарищ по маленьку там тоже расслабляется гребет не торопясь красиво торвался ледяных один еще на привальчик станет ходим по нему что снимаем такая шапка ледяная прилипла мосту ну вот как обычно когда проходим мост туда подходит сразу поезд надо мной все часики сзади меня электричка акурагина выйдя на широкий разлив я понял что все мои планы на сегодняшнюю съемку провалились виной всему был сильный ветер немного расстроившись мы все же решили продолжить сплав особо не снимая жаль но что поделать добрались до аэроклуба здесь ветерок боковой довольно сильно заметно как нас подкручивают товарищи вообще будет влево вправо очень сильно тут еще течение такие влево вправо крутящие из-за гор постоянно поверхность образуется идем сейчас участвует на воде помаленечку не дождите уточка прилетели а может еще и не улетали люди встречаются стоят на нас как на дебилов а мы на них это классно сплавляемся неспешно двигаемся дальше русло реки совсем уже очистилась от льда но по берегам лежат огромные красивые глыбы льда они смотрятся красивее вблизи потому подходим ближе любуемся пытаемся греться в лучах появившегося солнцем сейчас от алексей подкрепет нам зашвартуемся что походим разомнёмся красивые такие детки ну в общем как то так дальнейшую мою фразу коварный сибирский ветер задул и на звуковой дорожке нет практически ничего кроме помех да еще и кашель донимал весь путь не давая говорить я не успел отойти от прошлого похода а тут уже новый да еще и в такой ветер и холод но искусство требует жертв а порой и здоровья тем не менее добрались мы уже практически до половины пути впереди нас ждет несколько сложных мест а также довольно длиннющий участок на запад против ветра вообще все сегодня идет не по сценарию мы планировали снять тест обзор лодок а выходит так что нам добраться бы до финиша хоть как-то сами тут уже особо не до съемок или плана варвар очень сильно отстает все силы нашего второго гребца уходит на борьбу с ветром с парусностью и разворотами они на путь на привале отодвинули назад опустили как можно ниже мы сидения загрузили нос приспустили дно чтобы снизить центр тяжести в надежде на лучший вход ветер действительно очень сильный к тому же холодный первым скинули с течениями борется остановились на небольшой привал ждем товарищ когда он выкрепит здесь участок с сильным ветром встречным это прошли вроде более меня алексей довольно сильно отстал на своем варваре ну тяжеловато ему идти опыта нет это вообще первый сплав на байдарке но молодец как бы идет идет твердо уверенность а потом дальше нашли на берегу стоит автомобиль с человеком может быть там зачали мы сюда уже даже не пойдем но наверно все-таки пойдем до конца посмотрим сейчас он подойдет поближе там уже решим в итоге все же решили идти дальше мы же в походе и говорит алексей улыбается а действительно мы же в походе и всякое случиться может идем дальше преодолеваем ветер брызги с весел летящие в лицо и стараемся не смотреть в сторону удивленных рыбаков на берегу который мягко сказать недоумевают от зрелища но мы идем дальше вышли на участок сильным ветром помаленько идем совсем медленно 2 в час вот судя по берегу свесла вода залетает в камеру нехорошее место не люблю но это нет почти добрались до стрелки абакан и елисей это числа примерно часа два с половиной три у нас нашло ушло товарищ помаленько тоже освоим байдар ты уже знаешь и куда грести основы какие-то понял по динамике реки не потихоньку будет справляется эти на берег но он стал нет на гребу до конца в общем мы прошли уже самый такой участок нехороший вот этим вот этим боком под этой горой и приближаемся к месту встречи венесея и абакана там дальше будет нас ричпорт и мчсовская база и вы тоже добрались по берегу берегу и берегу коричневый весь номер дал в разное время разделение ждем наш товарища идет довольно сильно стал там останавливаться перекур ну и мы тоже решили пока мы с товарищем чаевничали обсуждали поход и прикидывали дальнейший план действий александр наш второй байдарочник доблестно пытался справиться с ветром на открытом участке его варвар никак не хотел уйти ровно под порывами сильного ветра он тоже решил передохнуть начал вправить к берегу и тут сильный порыв ветра ударил в борт лодки повернул ее весло прижало потоком и лодка чуть не опрокинулась благо александр вовремя бросил весло и удержал байдарку от опрокидывания в ледяной воде это было бы не очень приятно но все обошлось изрядно хапнув адреналина он решил что точно нужно передохнуть позднее добравшись до нас он рассказал о своих приключениях и мы посовещавшись решили взять варвара на буксир чтобы нос лодки не так сильно кидала из стороны в сторону вот в этом месте где все засвечено у нас река абакан иначе вся покрыта льдом вода стоячая медленно и текущая поэтому лед везде здесь азбуки прямо уже весь мокрый вода закидывается с весел очень сильно там он туда в толпу слов я не знаю влево или вправо пока чуть не решил право это точно есть продукт но мы там уже не выгрести печенье пока попробуем выйти налево там пожар степной огонь полыхает сильный такой начались 1 степный пожар у нас в кассе напомню когда-то не так давно по регионам выгорелась таки пожар теперь-то с у нас на контроле жестком надеюсь надеюсь никуда это не перерастет не перекинется кстати туда и надо идти сейчас на пожар довольно сильный здесь у нас пожар довольно сильный полыхает он знатно наверное это насколько помню остров здесь но нет никакой критичной каким-то строением или домам городам как тем не менее тоже кому не первым на сложен первых где недели забыл зафиксируем пожар помаленечку началось уже горизонт уклонится а где-то моторка впереди будет слышим осталось эти минут 20 сейчас пара поворотов них уже будем на финише на байдарке постепенно образовывается лед налить температура падает это старая солнечная на мокренькая здесь прям все под застыла хорошенько так спасибо здесь тоже прикрывая чтобы вода не заливала и опять это двухсоставной лед лазурный и серый видна уже водонапорная башня которыми гребен где у нас финиш взято потемнело скоро скоро сядет уже на горизонт ну в целом прогулялись сегодня неплохо а и туда на заводи сразу влазь о из меня чем попала но азыки дозава закатывала Держите, Рислав. Блин, я хочу здесь это сделать, скатиться. Ну ладно уже. Держите, Рислав. Держите, Рислав. Конструкция была сделана на коленке дома за полчаса. Схема получилась съемной и поэтому никак не мешает укладке и хранению байдарки. Вечером следующего дня Варвар отправился на вторые испытания. По словам Александра, теперь это небо и земля. Идет ровненько, намного лучше справляется с порывами ветра и при этом почти не потерял своей маневренности. Решено на подобные маршруты устанавливать скетку. А на небольших речушках, где требуется большая маневренность и вертность, байдарка справится и сама. Друзья, так как погода нам подпортила весь выход, мы решили повторить поход через пару выходных. Снять полный обзор лодок и их сравнения и тесты. Запланировано несколько интересных штук, как с этими, так и с другими моими лодками. Так что, чтобы ничего не пропустить, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, когда вы точно не пропустите наши новые ролики и новые интересные штуки, которые мы для вас приготовили. Продолжение следует...